Поставьте плюсики, как у меня слышно, видно. Всем привет! Сегодня с вами я, Дарья Самохина, и сегодня я проведу вам семинар по рекрутированию в юле. Это новый метод для нашей команды, мне кажется, вообще еще новый метод. Но для меня тоже я его, хоть и протестировала, но не так долго сейчас все фишки, то, что я узнала, я с вами поделюсь. Но для начала хочу еще раз, да, Наталья очень классно призвала нам планерку по мечтам, поздравила всех студентов Татьян с их днем, тоже присоединяюсь с поздравлением. Поздравляю всех Татьян, по-моему, у нас, правда, нет их в комнате, и всех студентов с этим прекрасным днем, праздничным днем, который дарит нам отличное настроение. Ну и теперь давайте приступим. Слайды в основном будут прямо вот показаны, что, где, откуда брать. Юла вообще что это? Это своеобразная доска объявлений, она работает только на телефоне, то есть на компьютере ее установить нельзя, это приложение. Там люди продают товары, и можно выставить местоположение, то есть чем ближе к вам товар, да, можно выставить, тем лучше. По такому принципу созданная и работает Юла. Где же нам ее с вами взять? Будут какие-то вопросы, походу, семинар задавайте. Конечно же, взять ее в PlayMarket, то есть заходим в меню своего телефона. У всех наверняка, думаю, есть PlayMarket или если на Windows телефон там, по-моему, что-то другое, не помню, можете мне подсказать. Но в любом случае есть приложение, откуда я скачиваю все другие с вами приложения. На андроидах это PlayMarket. Нажимаем на него, видим нашу обычную строку, да, в которую просто вводим, прошу прощения, у меня тут помощница пытается со мной быть, моя киска. Вводим слово Юла. К сожалению, не нашла картинок и подходящих не могу, также прошу прощения. На 5 минут, секунду. Я не смогла сделать скринт с телефона, но Юла, когда введете, он будет первым, и по фирменному значку, я уверена, вы его сразу же узнаете. Нажимаем, естественно, на этот значок на Юлы, и у нас появляется такая картинка, только здесь вас будет не обновить, а, соответственно, загрузить. Она весит, по-моему, не очень много, у меня вот, в принципе, загружен достаточно телефон, был уже всякими приложениями, фотографиями, но установила без проблем, то есть весит она немного. После того, как вы ее скачаете и откроете, у вас будет примерно вот такая картинка на экране. Ну, у вас будут какие-то, естественно, другие свои объявления, потому что здесь у меня уже связь сразу выпадет, и как же нам зайти и создать свой аккаунт, чтобы работать в данном приложении. Скажите, просто переживаю, полностью ли вам виден слайд, то есть вот человечек внизу у меня введен красным кружочком, вы его видите? Плюсики, видите? Отлично, значит, все хорошо. Вот, да, нажимаем на него. Когда вы на него нажмете, попробую сейчас вам показать с телефона, как это все будет выглядеть, потому что, повторяюсь, да, не смогла сделать скрин. Мне кажется, мой телефон этого не делает. Вы увидите вот так, сейчас. Вот. Вы увидите вот такую страничку, то есть здесь, смотрите, можно зайти либо с помощью одноклассников, ваш аккаунт создать, просто заходите через аккаунт одноклассников, либо с помощью контакта, либо еще вот серое вам не видно, но здесь просто написано по номеру телефона. Как создавать несколько аккаунтов? Тоже сейчас расскажу. Во-первых, уже тремя способами можно, да, одна страница, допустим, вы заходите через одноклассники, другая через контакт, третья через телефон. Но если по номеру телефона следите за тем, что если вы аккаунт привязываете к номеру телефона, можно только на один номер привязать один аккаунт. То есть, допустим, если вы заходите через социальные сети, введя телефон и пароль, то в аккаунте именно ЮМ можно мне указывать свой номер телефона. Вот у меня так, например, у меня мой основной профиль в Юле зарегистрирован на аккаунт контакта, извиняюсь. Но я там не указала номер телефона, и этот же номер телефона я смогла еще привязать к одному аккаунту. В чем плюс, смотрите, у нас, уверенно, у многих уже созданы очень много страниц контакта и очень много страниц у кого-то в одноклассниках. То есть, на каждую страничку соцсети можно привязать отдельную страничку Юлы. Главное, просто тогда в профиле Юлы не указывайте номер телефона. Вот и все. Мне кажется, это очень клево и это очень здорово. Когда вы зайдете таким образом, любым образом, который вы выберете для себя, у вас откроется ваш профиль. Но у меня он здесь уже заполненный, у вас здесь не будет никакого для начала объявления. Но его нужно нам создать. Его нужно создать для того, чтобы модераторы вас не заблокировали. Если вы не создадите никакого объявления и начнете работать, делать рассылки, то вас модераторы заблокируют тоже прямо в первые дни. Поэтому создавать нужно поместить любое объявление. Я прям по шагам вам все показываю. Ой, так, перелеснула, прошу прощения. То есть, нажимаете на плюсик. В середине экрана, который вы видите. И у вас откроется вот такая страница. Здесь стоит все подписано. Да, название товара, то, что вы хотите продать, его цену. Описание товара. Также выбираете категорию. Нажимаете, у вас будут предложены категории, в которые он подходит. Вы выбираете место, положение. Тоже просто на него нажимаете и выбираете город, в котором вы находитесь. Ну или любой другой город. Это на ваше усмотрение. Поделиться ВКонтакте лично я выбираю. Если вы действительно хотите что-то продать, ну, пожалуйста, делитесь ВКонтакте, в одноклассниках. То есть, наоборот, делайте эти плюсики. И фотография. Не знаю, можно ли больше четырех фотографий. Не проверяла, но я от одной до четырех фотографий загружаете. Прямо с телефона и нажимаете кнопочку «Опубликовать». Что хочу сказать. Если вы думаете о том, что не знаете, что продавать, вообще не собираетесь ничего продавать, без проблем. Вообще любую вещь просто. Сфотографируйте, не знаю, телевизор свой сфотографируйте и напишите цену его миллион. Вряд ли кто-то копит, да? Но главное, чтобы просто любое объявление у вас было. Цветок сфотографируйте и тоже за предельную цену поставьте. Ну, у меня вот поставлены ногти, я когда-то занималась этим, но цену поставила довольно-таки высокую. Мне это сейчас потому, что неинтересно. Если кто-то... Высокую для нашего города. Если кто-то напишет, хорошо. Нет, не надо. Мне лично не надо, мне еще ни разу не писали. Ну и хорошо. Итак, идем с вами дальше. После того, как вы опубликуете объявление, у вас снова вы перейдете на ваш профиль. Как же нам теперь совет еще маленький, когда опубликуете объявление, оставьте аккаунт часа на два на три. Я не знаю, нужно ли это делать, но я это сделала, потому что посмотрела тоже несколько семинаров, чтобы вот только-только созданный аккаунт не привлекал очень много к вам внимания. Создали объявление, создали аккаунт и оставьте. Пусть он у вас поисит, пусть ваше объявление посмотрит, пусть он просто будет. Ну, подстраховка такая на всякий случай. После того, как время прошло, начинаем, выходим в рекрутинг, где же нам найти людей в этом приложении, как все это делается. Заходите опять на свой профиль, нажимаете после этого на домик. Когда вы на него нажмете, откроются все объявления. Как и было. Так это мы уже были. Сейчас, прощаю. По-моему, мне не подгрузился какой-то слайд. Возвращаемся, значит. Нажимаете на домик. И смотрите, у вас здесь появляются ваши объявления. И чтобы, не знаю, как сказать, ах, а, тут можно рассказать. Чтобы выставить фильтр, который вам необходим, надеюсь, вам видно, то вы нажимаете вот сюда, на такие полосочки с кружочками. Вы нажимаете на это место, и тут можно выставить фильтр для того, чтобы найти людей, которые будут заинтересованы нашим приложением. Когда вы на него нажмете, так, опять перенесло, у вас появится вот такая страница. Что мы здесь меняем? Мы здесь меняем расстояние. Тут можно любое выставить. Либо, по-моему, от 5, что ли, километров, и все больше, больше, больше. Но мы заставим больше 50 километров. Подробнее сейчас расскажу. Меняйте также город, этот город, в котором вы хотите рекрутировать. И меняйте выбранные категории. Теперь пойдем по каждому. Вот просто полуночек в сторону, и у вас становится на расстоянии больше 50 километров. Зачем это делать? Чтобы вам как можно больше объявлений показали. Может быть, вы будете выбирать один конкретный город, и чтобы около этого города есть же маленькие какие-то поселки, еще меньшие города, чтобы они тоже у вас хватились, лучше поставить на расстоянии больше 50 километров. Как выбрать город? Город просто нажимаете на, соответственно, город, который у вас будет написан. И затем вот здесь. Вот здесь, где у вас будет какой-либо город, и, скорее всего, будет ваше поместное положение, вы просто его можете стереть и вести любой город, который вы хотите. Либо ваш, либо соседний, либо вообще совершенно другую область. То есть, когда вы выращиваете людей, плюс, да, и вы, то, что можно вести абсолютно любой город, рекрутировать в том городе, в котором вы захотите это делать. Когда город вы выберете, обязательно нажмите на кнопку «Закрепить», по-моему, там. Иначе у вас он не запомнится. То есть, вы когда нажимаете «Закрепить», он понимает, что именно здесь вы хотите посмотреть объявление. Так, следующий слайд. Выбираем категорию. То есть, нажимаем вот вверху, да, помните, первый слайд, я вам показывала, и там можно было поменять, возвращаясь вот эти вот категории, выбрать все категории, вот на нее нажимаем, и появляется вот такой список. В категориях мы идем «Детские товары». Ну, я думаю, это понятно. Почему, да, потому что наши, скажем так, клиенты, будущие партнеры, это, скорее всего, мамочки в декрете, потому что они дома, им нужен дополнительный... А, да, я вообще, Наталья написала, что когда выбираете другой город, то периодически проверяйте местоположение, потому что может через какое-то время выбрасывать тот город, где вы живете. Вообще, я каждый раз, когда захожу рекрутировать, когда я захожу еще, я каждый раз оставляю, мне приходится, наверное, уже не помню, да, мне приходится каждый раз прям оставлять свой город, но он только потому, что у меня по местоположению, он не только город, но еще и улицу мне показывает, мне этого не надо, и я оставляю чисто город. Поэтому, да, каждый раз, когда вы будете заходить, для того, чтобы сделать рассылку, проверяйте все эти параметры, чтобы у вас выстроилось все как нужно. Итак, мы выбираем детские товары, потому что это мамочки, многие полноценные доходы, и, наверное, они смогут найти время для того, чтобы создать все. После того, как вы нажимаете на детские товары, у вас появляется вот такая страница, страница, такая страница, где перечислены коляски, автопрессы, медиа и детей и прочее, прочее, прочее. Лично я выбираю просто сразу все объявления, зачем мне что-то одно, в скандинках можно больше объявлений показывать, можно больше людей, тем самым я увижу. И затем нажимаете просто применить. Когда выставили все нужные вам параметры, на кнопочку нажимаете применить, вот здесь вверху тоже красным я вам отметила. Видите, здесь уже появляется то, что детские товары у вас, и ваш город, который нужен, и на расстоянии больше 50 км. И когда вы нажмете применить, у вас уже появятся объявления. Вот именно эти объявления, те люди, которые разместили в вашем городе, и можно спокойно теперь работать с ними. Что же мы делаем? Нажимаем на каждое объявление. Я вам прямо сейчас все примеры покажу, которые только могут, все нюансы. Вот я нажала на первое объявление, у меня, смотрите, здесь появился Дмитрий. Лично я еще не готова работать с мужчинами, меня поэтому данное объявление просто пропустило. Вернусь еще чуть позже к этому, иногда тут может быть фотография, и вы по фотографии, вот поэтому по маленькой видите, рядом с ними, тут вот довольно потому, что нет фотографий, человек не загрузил. А бывает фотография, и вы сразу видите, что вроде бы детское лицо, то есть ребенок, то есть дети, ну не знаю, 13-14 лет, 15, можно здесь спокойно размещать объявления, и я, соответственно, такие объявления тоже не пишу. Перешла на второе объявление, здесь уже Алену мы видим, то есть это женщина, это девушка. Замечательно, нажимаем кнопку написать. Когда вы на нее нажмете, у вас появится внизу поле написать сообщение. Вот здесь вот. Оно у вас может быть чуть пошире, да? Ну, пишите ваш текст, сейчас я покажу то, что я пишу, и нажимаете на синенькую стрелочку, и тем самым сообщение у вас будет отправлено. Я пишу такой текст. Здравствуйте, меня зовут Дарья, я развиваю сеть интернет-магазинов, сейчас расширяюсь, мне нужны партнеры. Вас интересует дополнительный зарпорт. Почему я написала так? Потому что, помню, и из психологии, когда вообще человек любую возможность, любую работу ищет, он хочет знать, а с чего это вдруг вообще на данном, на данном аккаунте освободилось место. Поэтому я решила в свое объявление добавить вот эту фразу, что сейчас я расширяюсь, да? Понятно, если я расширяюсь, то мне нужны новые люди. Этот текст, естественно, можно менять. Кто-то пишет там, здравствуйте, мы с мужем имеем так же, да, сеть интернет-магазинов, видим, что вы умеете давать объявления, хотели бы предложить вам работу или хотели бы предложить вам сотрудничество, интересуетесь дополнительный зарпорт. Но так как я еще не замужем, братья я не знаю, поэтому я решила для себя именно такой текст поставить и отправляю его. Что же делать дальше, что я отправляю, когда человек мне что-либо отвечает? Также, может быть, что совсем ничего не отвечает, могут ответить нет, если хотите, нет, можете поработать с возражением, там, у вас не интересуют дополнительные зарплаты, как-то, ну, нет. Но я пока, если честно, не работаю с теми, кто мне нет, отвечает. Хотя, как показывают опыты из сети друг вокруг, я реквизирую там, то порой и после первого нет получаются регистрации, то есть на ваше усмотрение. Вот, люди чаще отвечают, да, интересуют, или а в чем заключается работа, что конкретно нужно делать, а что за магазин. То есть на все эти вопросы я не отвечаю. Я не отвечаю, что за магазин, я не отвечаю, что нужно делать, и отправляю вот такой стандартный секс. Отлично, давайте свяжемся с вами в Вайбере или в WhatsApp, я вам все подробно объясню. Вот мой номер телефона, обязательно сразу пишите свой номер телефона, даже у вас есть, если в профиле его нет, потому что это людей будет располагать к себе. Вы написали, и в ответ, скорее всего, он вам тоже тогда напишет свой номер телефона. А то, получается, вы у него просите, а свои контакты у меня оставляете. Думаю, это не очень хорошо. Вот, и дальше, а это ваш номер телефона? Я пишу номер телефона человека, и сразу вопрос, в какой половине мне вам удобнее сегодня позвонить. Вот это вот, кстати, скрин с переписки, которая у меня была вчера. Может быть, будет смотреть мой партнер Наталья это видео, будет здорово. Слышите, да, партнер? То есть, эта переписка была вчера, мы вечером с ней созвонились, и вы получили у меня регистрацию. Это очень приятно. Откуда же я взяла этот номер? То есть, откуда я узнала номер человека, и почему я его вообще написала? Знаете, почему? Потому что вот по нескольким днам, где-то неделю я рекрутирую, если пишешь номер человека, то есть, если человек сразу видит свой номер, ему проще, что ли, воспринятие, то он отвечает, да, это мой номер, и, в принципе, мне достаточно. Кто-то отвечает, да, мой номер, во сколько-то мне удобнее позвонить, кто-то просто, да, это мой номер. Лично я считаю, если он сказал «да», то значит, человек дал мне разрешение ему позвонить. То есть, просто да, это мой номер, мне достаточно. Я беру и набираю этот человек. Так, откуда же я беру номер? Так, перелеснула немного. Смотрите, вы нажимаете, если у вас завязалась переписка с человеком, то вы нажимаете, или сами позвонят, да, когда вы даете свой номер, могут сами позвонить, совершенно верно. Когда вы нажимаете, когда вы переписываете с человеком, если вы видите, что он идет на контакт, то вы хотите вот именно тоже показать, что вам уже известен его номер, что вы уже посмотрели, ему не надо лишний раз в трудах писать эти одиннадцать цифр, нажимаете на товар. Если вы нажмете на человека, на профиль человека, там у вас не будет показан номер. То есть, если вот сюда, на профиль человека, у вас не будет номер телефона показан. А если вы нажмете именно на товар, вполне возможно, что он покажет вам. Вот такая у вас будет страница, видите, здесь будет написано «Позвонить». Зелененький, когда горит, значит, человек оставил в кофеле свой номер телефона, и у вас высвечивается вот такая табличка, то есть номер телефона, и скажите, что вы нашли на Еле. Что делаю я? Я переписываю себе, записываю номер телефона, потому что, наверное, можно скопировать, кстати, не проверяла именно с этой таблички, можно не скопировать, но я записываю себе на листочек, а потом просто в сообщении переписываю вручную, скажем так, этот номер. Вообще, скопировать в Еле сообщение очень просто. Вы вот отправили свое первое сообщение, и долгим нажатием пальца, вы просто копируете долгим нажатием пальца, и у вас внизу будет потом через несколько секунд текст скопирован. Вот, и точно так же просто долгим нажать, всем вставить, то есть очень просто, очень все легко. Нажимаете, писали номер, нажимаете отмену, и идете переписывать дальше. Но может быть другая ситуация, когда номер телефона человек не указывает. То есть это вот другое объявление. Мы видим, мы видим, что уже телефон у нас не горит зелененьким, он серый, и у нас будет вот такая. Если на него все-таки нажать, нам скажут, что... Сейчас прочитаю вопрос. И нам скажут, что номер телефона человека не оставил, и что он запретил ему звонить. В этом случае я пишу немного другой текст. Прочитаю вопрос. Нужно нажать на клавишу позвонить. Да. Именно нажать, но звонок не пойдет, просто у вас появится номер телефона, и просьба о том, чтобы вы сообщили, что нашли это объявление на Еле. То есть я тоже сначала боялась, да, сразу думаю, сейчас нажму позвонить, у меня сразу вызов идет. Нет, этого не происходит. Кстати, это опять же очень удобно. Итак, если телефона, номера нет, я пишу практически тот же самый текст. Я тоже оставляю свой номер телефона, но пишу найдите меня там, то есть вайбере или ватсап, или просто напишите свой номер. Чаще пишут свой номер, но иногда все-таки сами я вижу, что человек не добавляет в вайбере или ватсап, или пишет там какое-либо сообщение, и дальше я уже как-то по ситуации, что-либо интуиции смотрю, кому-то я именно в вайбере, начиная наши шаблоны из социальных сетей просто отправляюсь, кому-то я звоню. Главное, что у меня есть контакт, что у меня есть номер телефона. Звоню, это тоже все по шаблонам, это скайп-собеседование, кому нужно, скину ссылку, да, в личке или здесь, пишите. Идем дальше. Бывает такое, что человек вроде бы заинтересовался, но после того, как я ему предложила писаться со мной в связи с вайбера, человек замолкает. Я жду день-два иногда и пишу вот такую дожималку. Приветствую вас, вы интересовались возможностью дополнительного задумка, но и оставили свой номер телефона. Дело в том, что позвонить, объясняя, зачем же мне это нужно, что позвонить по телефону и рассказать о своем приложении, будет гораздо удобнее и быстрее, чем переписывать себе с вами, можно решить все возникающие вопросы, готовы ли вы выслушать мое предложение. Дело в том, что я, когда только-только начала рекрутировать, я всем отправляла, найдите меня там или напишите свой номер, поэтому я, когда данную дожималку отправляла, я опять же смотрела, если номер телефона есть, я спрашивала, это ваш номер телефона, и в какое время вам удовлетворение. Все-таки, когда именно уже видит человек телефон, я не знаю, почему, пока не могу сказать, что такое психология человечества, прорабатывает, но люди идут больше на контакт. Что сказать по этой дожималке, кто-то, да, отвечает, кто-то пишет свой номер телефона или еще что-то, могут так же не ответить. Просто прочитать и не ответить. Вот тут, по-моему, как раз тот самый случай, кстати, как можно отслеживать, вот внизу, вы видите, написано, прочитано. Если сообщение будет просто доставлено, то вам будет написано доставлено. Как только у меня есть не прочитано, значит, человек прочитал ваше сообщение. Вот такими шаблонечками я работаю, так я работаю в юле, и так я прохожусь по каждому объявлению, которое мне сдается. Очень часто, особенно, если вы несколько дней работаете в одном городе, люди размещают, один и тот же человек может разместить несколько объявлений, которые часто идут, они подряд одного человека, но могут быть его разброс, то есть подряд несколько других людей, и потом увидите снова этот же человек. И учитывая, что вы будете за дня в день рекрутируем, не нужно делать все для того, чтобы одному и тому же человеку послать ваши предложения. Зачем спамять настолько, да, зачем негатив к себе, своему аккаунту, привлекать внимание для модераторов, что я для этого делаю? Я захожу в профиль человека, или я сразу, когда я отправляю, сообщение, первое, я стараюсь запомнить фотографию, если есть фотографии, я стараюсь запомнить имя, но это, кстати, не всегда срабатывает, потому что могут быть одно и то же, да, Ольга, Энн, может быть, несколько людей, и у меня такое было. Поэтому я захожу в профиль, смотрю, ну, где-то совпадают тоже фотографии, и понятно, что этому человеку я уже обращалась, я уже ему писала. Еще есть, если я не помню, вроде бы есть какой-то смутный, да, чувствую, что, например, по имени я отправляла, а фотографии не помню, я захожу в профиль человека и смотрю визуально. Здесь вот сказано, что человек, кажется, 18 продает товаров, я пролистываю просто, я пролистываю профиль. Если очень много, там бывает, 100, 200 товаров, ну, начальные хотя бы пролистайте немножко вниз, чтобы вы визуально запомнили, какой товар предлагает человек, чтобы когда вы к нему есть еще раз попадете, вы уже, да, я здесь была. Смотрите, здесь 18 товаров, вот здесь, правда, видно только детские, но вообще данный человек продавал не только детские товары. Если я, ну, совсем не уверена, да, мне кажется, что и была, и не была, и не хочется лично человека, да, вот сказать, я не ленюсь, я просто могу открыть каждый детский товар, потому что в переписке, как вы видите, не в профиле, не будет видно. У вас будет вся переписка именно в товаре, в конкретном товаре, который мы вам написали первый раз. И я просто могу открыть каждый из товара и посмотреть, написала ли я этому человеку на какой-либо другой товар. Либо я это могу сделать на каждый товар, где-то если до 12 товаров, это делается быстро. Либо если очень много, да, 30, 50, то это все детские, естественно, я не делаю, я просматриваю, еще раз повторяюсь, профили, и могу нажать на те товары, которые визуально, мне кажется, знакомы. В ЭК, кстати, очень похожие фотографии, одно и то за коляски, или там, не знаю, благородство, или еще чего-то, а нажимаю, шепот, и там нет, и бывает такое. Поэтому смотрите, проверяйте, чтобы много не спамить, и не взявать к себе негатив. По-моему, это все основные тезисы, если есть вопросы, задавайте. Сейчас вам подведу итог, что же, какие есть нормы, какие есть правила для рекрутирования в данном соцсети, в данном приложении. Первое, что, разместите обязательно свое объявление. Вот прямо обязательно, это самое первое, что вы должны сделать после того, как зарегистрируетесь, любое, чтобы вас не сблокировали. После размещения аккаунта оставьте его в покое, часа на 2, на 3. Ну, это вот лично от меня такой совет. Мне кажется, это лучше, лучше пристраховаться, чем потом брать себя за голову и говорить, а почему у меня заблокировали. Да? И каких-либо лимитов, в принципе, пока по юлей я не заметила. То есть в день можете отправлять 100, больше, 100, любое количество сообщений, но следите за тем, чтобы в час это не было очень много. То есть, если вы сразу в час делаете 50-80 объявлений, ой, не объявлений, а рассылок, вас тоже могут заблокировать. Лучше этого не сделать, лучше делать сейчас 20-40 рассылок. Первые три дня делается не более 20-25. Сейчас я делаю где-то 40-45 рассылок в час. Ну, это вот после трех дней. То есть, первые три дня вы тестируете, сейчас делаете 20-25 рассылок, потом можете увеличивать. Главное не превышать не в час, а так можете хоть каждый час, да, там, ну, полчасика дали аккаунтам, так нельзя опять их с вами. Сколько вообще нужно делать, чтобы были регистрации? Ну, вот я делаю от 80, достала рассылок в день, стараюсь делать, почему-то у меня такое число чаще 90 получается, потому что я приступаю в три раза по трех трассылок. Ну, вот занимает это где-то в среднем полтора часа и с этого одна-две регистрация. Сколько откликов со 100 объявлений? Ну, наверное, 10-15 все каково будет, это я имею в виду всех подряд, и да, и нет, и, ну, вот всех вместе, да. Звонков с этого у меня где-то 4, наверное, получается, и вот с этого вот она две регистрации. Это мои цифры, да, то есть у вас может быть те же 4-5 звонков, зато у вас будет регистрация не больше. Вот. И также в этой данной соцсети можно разместить свое объявление о работе. Ну, я вначале показывала, как мы размещаем объявление, то есть точно так же вставляете какую-либо картинку о работе, работа на доме, работа в интернете, ну, я уверена, все работали вконтакте, в наказках, все эти статусы рабочие и все уже сготовленные картинки. То есть ставите картинку. Цена. Кто-то я вот видела, ставил 149 рублей на нашей регистрации, да, то есть цена товара, да, либо вы ставите, не знаю, ставите наоборот больше, да, если у вас картинка там работа в интернете, то ставите 20-25 тысяч рублей, будет понятно, что это уже имеется ввиду цена, заработок, и описание товара, думаю, тоже у всех есть шаблончики с готовыми. Что важно, не ставьте, ни в коем случае не ставьте это первым объявлением, не ставьте это объявление в первый день, потому что вообще этого же нельзя делать, здесь же продают товар, они предлагают работу, поэтому не делайте этого в первые дни, не привлекайте внимание администраторов, а вот уже когда прошло несколько дней, мне кажется, лучше всего через неделю поставить это объявление о работе, ну, 4 хотя бы дня, подождите на первую поставить, 4-7 дней ждем после того, как вы создали на аккаунт, и ставите данное объявление о работе. Прошу прощения, тем самым у вас будет в двух направлениях, да, и такой более ленивый метод работы, то есть люди сами к вам будут заходить в сайт спрашивать, а что за работа, и вы сами ищите людей. У меня на этом все, вроде бы все рассказала, попыталась прям все нюансы сказать. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы? Спасибо вам, спасибо, что так внимательно не слушаю. Думаю, вопрос нет, да? Ну, тогда на этом у меня все, если все-таки появится, повторили лимиты какие-то сейчас, а, вот, они у меня здесь, они у меня здесь, вот норма и правила, лимиты в первые дни 20-25 объявлений в час, потом можете до 40-45 в час объявлений увеличить. такие лимиты, чтобы была регистрация сто раз в день. Если вы будете заниматься, то у вас полтора часа, первое, кстати, объявление у вас будет присылаться быстрее, потому что вы людям это еще в любом случае не писали, у вас люди, скорее всего, будут новые, не будет необходимости заходить в профиль и просматривать. Это уже потом, когда вы будете второй раз делать рассылку или будете второй день рекрутировать, третий, то нужно будет уже заходить в профиль, но даже несмотря на это, я заказала несколько раз уже, в среднем, где-то минутку уходит проверка профиля на то, чтобы и проверить профиль, и отправить объявление. Или не отправить, где-то 30 объявлений как раз прикинули, точно меня за мной. Повторюсь, если вы первый раз будете это делать, первый день работы, у вас это будет еще быстрее. Все, значит, на этом у меня все. Если что, все эти вопросы я везде есть, ВКонтакте, Телеграм, Скайп, давайте с радостью отвечу. Спасибо вам за внимание и пока-пока.